Мой вам новогодний эфиопский привет! Привет! Вот и наступил 2011 год, с чем мы вас и поздравляем! Весь этот год мы радовали вас горячими новостями и огненными сюжетами, добывая самый сочный и убойный эксклюзив. И вот сегодня мы решили подвести итоги и вспомнить самые яркие события уходящего года, который подарил нам массу незабываемых событий веселья и угара. Итак, вот что нас ожидает в ближайшие полчаса. После 14 лет студийного режима Guns N' Roses вышли на свободу с новой пластинкой и даже впервые добрались до Москвы. О том, как это было, в сегодняшнем сюжете. Великий маэстро ужаса, метатель сырого мяса и нестареющий дедушка рок-н-ролла Оззи Осборн приехал в Москву кататься в черном лимузине, приставать к переводчицам и, конечно же, петь. Дипешмот снова в России. Поговаривают, что Tour of the Universe был завершающим в их карьере. Вероятно, возможность увидеть кадры с шоу Дипешмот в Олимпийском станет последней. Серж Танкян выступил в Москве с сольным материалом в сопровождении симфонического оркестра. Серж расскажет про новый альбом, а также про мюзикла Прометея, близкий конец цивилизации и многое другое. Позже мы узнали еще одну крутую новость – воссоединение System of a Down. Сюжет о том, какими романтиками могут быть мужчины. Они катаются на эскалаторе, гоняются за девушками, носят шерсть на лице, да еще и дерутся при этом. Все это в репортаже о московском концерте легендарных Зизи Топ. Престарелый бунтарь Билли Айдл приехал в Россию с концертом, затусовал с байкерами и рассказал первому альтернативному, что такое true rock'n'roll. Немалый ажиотаж вызвал приезд в Россию великого маркиза мглы Оззи Осборна. О встрече с поклонниками водки, девушках, метании сырого мяса и внуках в нашем следующем сюжете. В Москву приехал великий и ужасный поедатель голов птиц Оззи Осборн. На сайте нашего телеканала был организован конкурс, победители которого отправились на встречу с князем. Мы находимся на Пушкинской площади, где мы ждем лимузин, который повезет нас к самому князю тьмы Оззи Осборну. Это победили конкурс от Ариста Оззи. Видел программу на телеканале Иван и вот как-то постарался. Очень хотелось. Я случайно зашел на сайт телеканала Иван, увидел этот конкурс и решил попробовать свои силы. Ну как бы нарисовал рисунок, подруга помогла обработать в фотошопе, да и все. Понеслась, как говорится. Как видите, доораться до дедушки Оззи хотел не только стар, но и млад. Тем более, что в гости к барону мрака всех повез черный-причерный лимузин. В нем ребята показывали и рассказывали друг другу, как они выиграли в конкурсе и просто делились радостью. Я кричала в лесу для того, чтобы меня услышал Оззи. Мы с подругой устроили фотосессию в лесу и эти фотографии я сделала как обложку. Вот, с мясом, все как надо. Совершенно случайно, я включил телевизор во время того, как пылесосил. Да, потом, что-то так меня переклинило, я решил попробовать. Никогда в жизни ничего не выигрывал. Отправил свою фотографию с одного фотосета своего. И совершенно случайно, мне потом позвонили на паре, я ничего не ожидал, там поднял кипиш во всем универе. Ничего, фишка, меня чуть не убили, правда, пару раз. Тем временем граф Черноты был в нетерпении, он ждал, когда же приедут его поклонники. А ребятам просто надо было не забыть раздать шары другим фанатам. Таким образом, между собой мы стали называть акцию «Подкати шары Коззи». Пока ребята были заняты, мы совместно с другими журналистами занимали его вопросами. Вот совет для тех, кто хочет в реалити-шоу. Прошу обратить внимание на российский голос Оззи в России, то есть на прекрасную переводчицу. Оззи она явно приглянулась. Жаль, он не так молод телом, как душой. Кстати, недавно прошел слух, что Оззи завещал свое тело науке для изучения воздействия психотропных веществ в течение 40 лет. Он говорит, что мое тело недостойно того, чтобы им занималась наука. Не секрет, что Оззи по молодости употребил все, что только можно было употребить. Но сейчас пожиратель пернатых реп встал на путь исправления. Я не буду брать алкоголь. Первый раз, когда он приехал в Россию, он открыл для тебя русскую водку. И вообще не трогайте дедушку Изю занов. У одного из моих внуков был день рождения на прошлой неделе, у другого на этой. Сегодня я говорил с дочерью по телефону и сказал ей, «Хватит рожать детей! Я и так не могу запомнить их дни рождения!» Говорят, что раньше на концертах товарища Осборна люди кидались мясом и всякими мертвыми животными. В этот раз концерт прошел без эксцессов. Но идеолог движения «Мясошвыряния» не собирается останавливаться. Он уже запланировал выпуск еще одного альбома. Что-то я засиделся в студии, так что свой следующий альбом я собираюсь сделать концертным. Ну а потом наконец-то случилось, чего с таким нетерпением ждал граф Сумрака. Встреча с победителями конкурса «Дарись да Оззи». Да и ребятам понравилось тоже. Коля Карасев, Андрей Митрофанов, Арина Герр, A1 News. В минувшем году «Дипешмот» посетили Россию в рамках Tour of the Universe. Поговаривают, что это турне стало завершающим в их карьере. Вероятно, возможность увидеть кадры с шоу «Дипешмот» в Олимпийском станет последней. То, что «Дипешмот» — группа культовая и заслуженная, все прекрасно знают. Всего в мире продано более 70 миллионов их альбомов. Путем нехитрых математических вычислений получаем, что у каждого восьмого жителя на планете Земля есть альбом «Дипешей». Но все это математика, которая вылетает из головы, когда видишь «Дипешмот» вживую. Какие 30 лет, какие 13 студийных альбомов. «Дипешмот» вовсе не собирается почивать на лаврах. Фантастическая энергетика и музыкальная свежесть делают британское трио одной из лучших живых групп в мире. Подобрать адекватный разогрев для этих королей — задача сложная. И коллектив «Найтзер Эпп», сопровождавший «Дипешей» во время российских гастролей, выбор идеальный. Во-первых, сами «Найтзер Эпп» — группа культовая, которую во всем мире называют папочками IBM. Они выпускались на том же лейбле, что и «Дипешмот», «Ньют Рекордс», и не раз сотрудничали с музыкантами. Кстати, «Найтзер Эпп» сопровождали «Дипешей» в туре еще 20 лет назад. Сейчас мы чувствуем себя намного спокойнее, и мы уже не так взволнованы самим фактом таких гастролей. Это позволяет больше сконцентрироваться на самой музыке. «Дипешмот» для нас особенная группа, у них просто невероятное шоу. Есть нечто уникальное в том, что они делают самобытность. Наша группа образовалась в 1982 году. Это было очень агрессивное время. Каждый день в выпусках новостей мы слушали, как кого-то убивали. А Брежнев и Рейган говорили о войне. В общем, было много поводов для протеста. Все это влияло на музыку и группы, которые появлялись в это время. История «Дипешмот» — пример невероятной силы музыки. В прошлом году Дэйв Гэнн перенес сложную операцию, но сейчас он снова выходит на сцену. И переполненный олимпийски восторженных слушателей — это факт, который говорит сам за себя. Это был вдохновляющий концерт. Спасибо большое! После 14 лет студийного режима «Ганзон Роузес» вышли на свободу с новой пластинкой. И даже впервые добрались до Москвы. О том, как это было, в следующем сюжете. «Велкам ту джангл» разносилось под сводами Олимпийского. Да-да-да, это именно они, легендарнейшая группа «Ганзон Роузес» вместе со своим предводителем Акселем Роузом. Наконец-то они приехали в Москву. Перед концертом группы среди поклонников наблюдались некоторые волнения. Шоу в Рио отменилось из-за обрушения сцены. Но в Москве «Ганзон Роузес» не повторили судьбу «Продиджи». Сцена устояла и до концерта, и даже выдерживала пиротехническое безумие. Концерт группы в Сан-Паулу не состоялся вовсе. В этот раз все хоть и задержалось часа эдак на три, но собравшиеся смогли услышать все хиты группы. После концерта на просторах интернетов было слышно немало критики. Но у нас есть что ответить анонимам. Да, Аксель похож на водителя-дальнобойщика. Но знаменитый вокал-то на месте. Девушки, не расстраивайтесь. Солисту «Ганзон Роузес» уже не 20 лет. Да, в группе уже давно нет легендарного гитариста Слэша. Но это не повод для расстройства. Слэш скоро и сам приедет со своим собственным проектом. А в «Ганзон Роузес» есть Даррен Джей Ашба, гитарист, который замутил кучу проектов, в том числе с Микки Сиксом и с Мотли Крю. В общем, все, кто хотел услышать любимые «Knocking on Heaven's Door», «Sweet Child of Mine» и другие классические хиты, получили максимум, не выезжая за пределы третьего транспортного кольца. А что еще нужно для счастья? В 2010 году Серж Танкян выступил в Москве с сольным материалом, причем в сопровождении симфонического оркестра. Серж расскажет про новый альбом, а также про мьюзикл «А Прометея», «Близкий конец цивилизации» и многое другое. Серж Танкян – один из самых оригинальных рок-музыкантов и уж точно самый оригинальный армянин. Он стал известен благодаря зубодробительной музыке System of a Down, но выйдя из системы, стал мягче. Записал сольник «Elect the Dead», а в прошлом году в результате эксперимента Сержа с Оклендским симфоническим оркестром возникла «Elect the Dead Symphony». Поклонники музыканта в большинстве своем восприняли ее восторженно. Незаурядные вокальные данные Танкяна раскрылись во всей красе. А вот в академических кругах реакция была неоднозначной. Для них я, наверное, дьявол. Меня это нисколько не удивляет. Несколько лет назад меня пригласили сделать кавер на трек Чарли Паркера и Майлза Дэвиса с лейбла «Savoy Records». Я записал две песни и был очень доволен результатом. Да мне и сейчас они нравятся. И все джазовые критики сразу накинулись на меня. Какого черта ты посмел тронуть Чарли Паркера? Да бросьте, кого это волнует? Если бы Чарли Паркер был жив, он бы джимовал с хип-хоп-музыкантами, с джазовыми музыкантами, записывал бы пластинки с оркестром, пробовал бы все, что только можно. Так что критиков не стоит слушать. По-моему, они ограничивают себя и совсем не болеют музыкой. Между тем, Танг Кян готов потрясти еще не остывших поклонников свеженьким релизом. Новый альбом Imperfect Harmony должен выйти в конце этого лета. Судя по описанию, это будет Electro-Orchestral Jazz Rock. Описание звучит просто безумно. Мне кажется, этот альбом будет уникальным. Если говорить о стиле, то это роковый альбом, на котором много электроники, целый оркестр и еще джазовые нюансы. Он качающий и очень эмоциональный. Многие из тех, кто его слышал, говорят, вот это твой первый по-настоящему сольный альбом. Потому что мой первый релиз — это рок-альбом. А я и до этого был известен как рок-исполнитель. Imperfect Harmony — это уже совсем другое. Отличается от всего, что я делал раньше. Как и Элег Дедед новый альбом Танг Кян продюсирует сам. Для меня это естественный метод работы. У меня есть своя собственная студия, и каждый день я прихожу туда и работаю, 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 записываю пианино или другие инструменты, пишу музыкальную композицию, работаю с оркестром, и в итоге понимаю, что мне для работы никто не нужен. Если быть честным, когда ты знаешь, какой звук ты ищешь, и знаешь, как его добиться, лучше все делать самому. Тогда некого будет обвинять, если что-то пойдет не так. Кроме того, неуемный Танг Кян пишет музыку к постановке об античном герое Прометеи. Я работаю со Стивеном Сеттером, который уже сделал несколько успешных мюзиклов. У нас есть театр для репетиций в Бостоне. Премьера намечена на март 2011 года. В нем много музыкальных стилей намешано — и рок, и джаз, и нойз, и хип-хоп, и электроника. Кроме того, это очень интересный и в политическом, и в этическом аспекте мюзикл, основанный на раннем греческом мифе о Прометее. Имя Прометея означает «предвидище», и в этом он похож на самого Танг Кяна, который известен не только своей музыкой, но и общественной деятельностью. Вместе с Томом Морелло из «Рейчи Кейнс де Машин» он создал организацию «Axis of Justice» — «Ось справедливости». Танг Кян борется за признание геноцида армянского народа в начале прошлого века, поддерживает зоозащитную организацию ПЕТА и рассуждает о скором конце цивилизации. О, это разговор на несколько часов. Я сказал это, исходя из данных о росте населения в мире и количестве ресурсов, необходимых для жизни, будь то нефть, еда или минералы. Я понял, что баланс потерян. Население попросту не сможет расти, если наши ресурсы идут на убыль. До сих пор не было найдено альтернативных способов борьбы с этой проблемой. А время-то идет. Во время московского концерта Серж Танг Кян охотно общался с публикой. Читал стихи, обещал приехать еще раз и спел две совсем новые песни. И пусть ребята в потертых футболках «System of a Down» немного непривычно чувствовали себя в роскошном зале «Крокус Сити Хоу», после такого душевного концерта это не имело особого значения. А закончить сюжет хотелось бы любимым словом «Сержа». Мое любимое русское слово – «Сил». Ближе к завершению 2010 года музыкальная общественность была обрадована еще одной крутой новостью – воссоединением «System of a Down». Они собираются в тур, правда Россия пока в списке не значится. Далее сюжет о том, какими романтиками могут быть мужчины. Они катаются на эскалаторе, гоняются за девушками, носят шерсть на лице, да еще и дерутся при этом. Смотри репортаж о московском концерте легендарных «Зизи Топ». Самые знаменитые бородачи и самые знаменитые блюз-рокеры. Конечно же, это одно и то же «Зизи Топ» в Москве в «Крокус Сити Хоу». На группу, которая, между прочим, уже давно и плотно вошла в зал славы мирового рок-н-ролла, собрался полный зал. Но перед тем, как занять места согласно купленным билетам, надо ведь подготовиться. А как могут подготовиться к концерту любители рока, вы, думаю, знаете. После подготовки гетеросексуальность из рокера бьет ключом, поэтому девчонкам стоит быть осторожнее. Настоящему рокеру нужны девушки, желательно две. Кстати, про тексты группы «Зизи Топ» говорят, что они пропитаны сексуальными инсинуациями, так что все логично. Но и это еще не все. Настоящие рокеры всегда готовы постоять за себя. Настолько, что побили за билеты за «Зизи Топ». Каким образом? Как это произошло? У вас же билеты есть. Вы все-таки отстояли свои билеты? Эти ребята вступили в неравный бой с барыгами, которые всегда трутся у входа на крутые концерты. Я подхожу. Я говорю, амфитеатр, билеты. Да, чуваки подходят такие и говорят. Пойдем. Эй, ребят, мы пошутили, это наши билеты, мы пойдем на концерт. Они такие, ты что, типа, офигел, дай сюда посмотреть билет. Забирают у меня билет. Я говорю, друг, дай, пожалуйста, билет. Я вот обнимаю его вот так, говорю, друг, дай, пожалуйста, билет. А он мне такой говорит, типа, слушай, я тебе не дам, я тебе не друг, что ты ко мне пристал. Вдруг мой брат подходит, выхватывает у него билет, мы начинаем уходить. И они начинают нас бить. Но ребята сумели защитить себя от шестерых мордоворотов. Ну а как еще могли поступить настоящие поклонники Зизи Топ? Лучше берите билеты и уходите просто, и все, без проблем. Потому что перекупщики, это какая-то, не знаю, секта или что-то такое. Как видите, на Зизи Топ пришел и старый млад, потому что их музыка, и это можно утверждать с абсолютной уверенностью вне времени. Песни Зизи Топ можно услышать в огромном количестве фильмов, да и просто, наверное, нет на нашей планете человека, который хоть раз не слышал бы их музыку. А мы смотрели «Трудного ребенка», мы смотрели «Терминатора», и там просто... «Атака из рассвета», «Майор Пэйн», «Майор Пэйн», и там просто офигенные треки. Это классика, и мы любим рок. Несмотря на немалый возраст, Билли Гиббенс и его товарищи по-прежнему зажигают. Их бороды по-прежнему лоснятся, а звук в помещении такой, будто находишься в студии где-нибудь на Эбби-Роу. Хорошо, что всем нам повезло увидеть этих людей, пока они еще бодрячком. Коля Карасев, Алексей Харламов, Ava News. Как-то однажды Билли Айдол рассказал журналистам, что во время тура он берет с собой две пары кожаных штанов. В одних он выступал, а другие в это время сушились. От постоянной сушки кожа садилась, и в скором времени он с трудом мог надеть эти штаны, которые к тому же еще и линяли. В результате чего тело Билли стало синим. Чем еще известен этот певец, вы узнаете из следующего сюжета. Здравствуйте, меня зовут Лила. А это мой новый парень Сережа. Мы познакомились на концерте Билли Айдола. Легендарный Билли Айдол посетил столицу. Это первый визит музыканта в Москву более чем за 30 лет активной творческой деятельности. Впрочем, можно и не удивляться, свое прозвище Билли получил от школьного учителя, который назвал его ленивым Айдол. Правда, потом значение ленивый поменялось на идол. Одна из самых крутых вещей, когда ты едешь в тур, это возможность сыграть новые песни и доработать их. Иногда записываешь песню, выходишь играть ее вживую, и понимаешь, что это полный отстой. Другое дело, сначала обкатываешь песню, и только потом ее записываешь. Последний на данный момент сборник Билли Айдола, Idleize Yourself, увидел свет два года назад, и включил в себя всего две новые песни. Но сейчас, по словам музыканта, у него есть свежий материал, который придется поклонникам по вкусу. Сейчас у нас есть четыре новые песни, они особенные, кстати. Например, Kings and Queens of Underground. Если фанаты зайдут на YouTube и послушают ее там, они услышат историю моей жизни, правдивой жизни в рок-н-роле уже лет 30 или 40. Если мы будем продолжать в том же духе, станем королями и королевами андеграунда, как и поется в этой песне. При желании каждый может почувствовать себя Билли Айдолом. Его супер-хит Rebel Yell появился в игре Guitar Hero. Нет, ни разу не играл в эту игрушку. Я предпочитаю настоящие инструменты. Ну, понимаете, да, рок-н-ролл. Концерт Билли в Лужниках прошел на ура, так как Билли Айдол один из немногих, кому удалось вернуться с того света музыкальной славы. И если у него хватило сил на полноценный камбэк, в том, что он умеет завести толпу, можно и не сомневаться. В 2002 году Джон Леннон занял второе место в списке ста величайших британцев всех времен. Но о жизни Леннона до Битлз, наркотиков, Йоко Оно и борьбы за мир известно очень мало. В 2010 году вышел фильм «Стать Джоном Ленноном», раскрывающий тайну одной из самых значимых музыкальных персон. Смотрим сюжет. В истории великих Битлз можно найти тысячу и один сюжет для художественного фильма. Поданная ее величеству британка Сэм Тейлор Вуд решила рассказать о юношестве и взрослении Джона Леннона. 27 мая фильм «Стать Джоном Ленноном» выходит в российский прокат. Я была фанаткой его музыки, выросла с музыкой Битлз. Но когда я делала этот фильм, я не думала о том, что снимаю кино про Джона Леннона. Я вставала каждое утро и думала, что делаю кино про взросление мальчика. Фильм рассказывает о жизни 15-летнего Леннона в Ливерпуле, о его отношениях с матерью, которую он не видел с 5-летнего возраста, о его первых уроках музыки и, конечно, о знакомстве с Полом Маккартни и создании легендарной группы. Там столько слоев, становления гения, проблемы молодого человека, который ищет свою мать, создание величайшей группы всех времен и народов. Но главное заметить то, что делает Джона Леннона Джоном Ленноном. Сценарий фильма написал Мэтт Гринхелл, уже известный по работе над фильмом о музыкантах. До этого он сотрудничал с Антоном Карбайном над картиной «Контроль» о судьбе Йена Кертиса. Но самая сложная задача легла на плечи юного Аарона Джонсона, сыгравшего самого Леннона. Аарон, впрочем, уже опытный актер, у него за плечами 27 фильмов. Я не могу сказать, что мне понадобилось всего 2 часа, чтобы влиться в роль, но сценарий поразил меня в самое сердце. Это просто невероятно, это ведь настоящая история, мне близка сама эпоха. Я не обязательно быть фанатом Джона Леннона, это история про мальчика, который встречает свою мать, и вся эта драматическая ситуация не так уж привязана к конкретной личности. Конечно, когда я готовился к роли, слушал много музыки 50-х годов. Бадди Холли и самих Бетлов, конечно. Музыка – отличный учитель. Томасу Сенстеру, сыгравшему юного Пола Маккартни, тоже пришлось не сладко. Мой преподаватель по гитаре учил играть меня левой рукой, и мне пришлось перевернуть ее и просто переучиваться заново. Небольшая сложность была в том, что очень мало сохранилось материала в того времени. Всего несколько записей и картинок, но с другой стороны, у актеров было много свободы. Неизвестно, как отреагируют на фильм фанаты Битлз, но в любом случае, наверняка его посмотрят миллионы. Все, кому не безразлична ливерпульская четверка. Один из лучших гитаристов современности, участник Марсвольта Амар Родригес Лопес, в 2010 году вернулся в Москву, чтобы отправить всех присутствующих своим сумасшедшим сетом за грани реальности. Итак, смотрим сюжет. Безумный гитарист-виртуоз, новый Джимми Хендрикс, живая легенда. Как его только не называют. Амар Родригес Лопес снова в России. На этот раз он проехался по стране основательно. Кроме Москвы, заглянул в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Еще в прошлый свой приезд Амар обещал вернуться и записать в России материал для своего очередного альбома. Не получилось, но ни сам Амар, ни тем более его поклонники не теряют надежды. Да-да, я собираюсь вернуться следующим летом и записать здесь новый материал. На этот раз я познакомился с музыкантами, у которых есть студия в Москве, так что мои планы более чем реальны. Не, я еще не успел узнать русские группы, кроме вот Дельфина. Мне явно нужно подтянуть свои познания в этой области. Не так давно Амар Родригес Лопес к своему огромному послужному списку добавил еще и работу в кино. Режиссерский и актерский дебют Амара называется The Sentimental Engine Slayer Чувственная машина-убийца. А, фильм! Мы показали его на Роттердамском кинофестивале, потом еще в Японии и вообще на кучу разных фестивалей. Было интересно, ведь многие люди, которые увидели мой фильм, вообще не знали о моей музыке и воспринимали кино отдельно от всего моего творчества. Я познакомился с новыми людьми. Мне было интересно немного сменить окружение. Понимаешь, совсем другие темы, совсем другие интервью, совсем другие разговоры. Но, к счастью, ничто не может отвечать Амара от написания музыки. За полтора года, что прошли с его прошлого московского концерта, Родригес Лопес выпустил с десяток сольных альбомов. Музыка рождается в самые разные моменты твоей жизни, в том числе, когда ты спишь. А также, когда просыпаешься, когда ты счастлив, или когда страдаешь, когда занимаешься сексом, или когда ты зол. Мне кажется, это те самые ощущения, твой жизненный опыт, который рождает музыка. Вся эта история с реюнионами вообще не про меня. Мне кажется, сейчас все на своих местах. И у каждого явления есть свое время. Я обожаю это Дэд Драйв-Ин. Нисколько не стыжусь этой группы и музыки, которую я писал в то время. Сейчас мы прекрасно общаемся с ребятами из группы, но это прошлое. А я люблю настоящее. Пытаться описать, что дело Тамара на своих концертах просто бесполезно. Это нужно видеть, а еще лучше чувствовать. Его музыкальные проекты Эд Драйв-Ин, Де Марс Вольта, Де Факто, Эль Групп Неэво, Де Амар Родригес Лопес и еще многие другие всякий раз открывали музыканта с новой стороны. В последнее время я не слышал ничего интересного в поп-музыке. Но это не потому, что она мне не нравится. Как раз наоборот, я очень люблю поп-музыку. Люди этому удивляются, наверное, из-за того, что я играю совсем другое. Но нельзя же зацикливаться на одном. У меня разнообразный музыкальный вкус. Мне, например, нравятся некоторые работы Джастина Тимберлейка, но он уже лет пять ничего не выпускает. А новая поп-музыка, мне кажется, пустой. Нет в ней чего-то существенного, настоящего, глубокого, что могло бы тронуть многих людей. Не знаю почему. Может, из-за развития технологий или угасания интереса к поп-музыке как таковой. Интерес же к творчеству Амара, судя по всему, будет всегда. Потому что он сам постоянно меняется, а заодно меняет и своих слушателей. Вы смотрели праздничный выпуск A1 News. Благодарю за мой чудесный новогодний наряд проект модельера.ру. Я хочу пожелать вам и нам в этом году еще больше музыкальных открытий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова